С каждым годом в нашем городе повышается роль органов территориального местного самоуправления. Сегодня активизации их работы требует сама жизнь. Жилищное законодательство предусматривает большие полномочия собственников помещений в многоквартирных домах по управлению этими домами, в том числе и в взаимоотношениях с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими и другими организациями жилищно-коммунального комплекса. Именно органы территориального общественного самоуправления сегодня представляют интересы жителей города. На совещании при главе района подвели итоги работы квартальных, наметили дальнейшие планы взаимодействия с районной администрацией. Представляя интересы жителей Славянского района, органы ТОС стали сегодня надежными помощниками муниципальной власти в работе с населением по решению первостепенных и жизненно важных вопросов. Это прежде всего организация досуга по месту жительства, помощь в выявлении случаев нарушения правопорядка, решение целого ряда хозяйственных и социальных проблем. На совещании в районной администрации подвели итоги работы квартальных и их взаимодействия с местной властью за 2013 год. В Славянском районе 76 ТОСов и от работы каждого из них зачастую зависит благополучие муниципалитета. Вы все сами понимаете. Единственное, уважаемые главы, уважаемый Александр Васильевич, уважаемые главы округов, я хочу, чтобы все вы понимали, прежде всего, и квартальные, и то же самое, чтобы вы понимали свою ответственность, что придется, помимо того, что сейчас нарождать будем, это тоже надо делать, это правильно. Придется отвечать, поверьте мне. Придется каждому из вас отвечать за то, если чего-то не будет. На совещании по итогам традиционного ежегодного конкурса наградили лучших ТОСовцев. Победителем муниципального этапа стала председатель территориального общественного самоуправления номер 19 города Славянска-на-Кубани Нина Примак. Более 10 лет она работает главой ТОС. Ее участок – один из самых многочисленных в городе. С каждым из жителей она знакома лично, в курсе проблем каждого дома и старается помочь им. А люди, в свою очередь, поддерживают инициативу своей квартальной. Было ранее как. Приходите и выполняйте. Сейчас работаю с домкомами, и домкомы уже каждый старается свой дом сделать лучше, благоустроить прилегающую территорию. Уже поменялось отношение к тому, что кто-то должен какие-то сделать. Сейчас делают они. И люди выходят сами и красят. То есть реально работать уже можно сегодня. Ко мне обращаются, звонят практически чуть ли не круглосуточно. Какие-то возникают вопросы, мне будут позвонить и ночью. Там мне приходится быть и юристом, приходится быть и также милиционером. То есть какие-то конфликты тоже приходить, выезжать и решать. То есть работа вот такая, которую нужно работать. И также по санитарному состоянию. Руководители ТОС, председатели квартальных комитетов активно участвуют в общественно-политической жизни города. Организуют субботники, поднимают перед администрацией насущные проблемы и вопросы по благоустройству города и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса. Ведут разъяснительную работу с жителями района по поводу принятых нормативных актов и изменений жилищного законодательства. Победителями конкурса на лучший ТОС, кроме Нины Примак, стали Владимир Еримин и Раиса Снитко. Все они примут участие в краевом этапе. У наших участников будет прекрасная возможность показать, как в Славянском районе работает первое звено в цепочке взаимодействия населения с муниципалитетом.